Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я таролог и на своем телеграм-канале, ссылка будет в описании канала и видео, я размещаю развлекательный контент и делаю набор на бесплатные расклады. Называется это живой расклад и подходит формат для тех, кто не решается наличной или по каким-то причинам не может оплатить личный расклад. Делаю я это, конечно, не часто, так как я являюсь консультирующим тарологом и работаю каждый день. Следующий вопрос от Ларисы. Хотелось бы узнать, смогу ли я сменить в ближайшее время место работы. Давайте посмотрим на ваш сигнификатор, Лариса, какой он у вас, это ваше намерение, как раз мы вот сюда будем выкладывать, там хорошо видно. Девятка жезлов, основы ситуации король кубков и суд. Слушайте, ну что же у всех суды выпадают? Суд это вообще хороший аркан, он на перемены, но перемены как-то медленные, понимаете, медленные. Давайте перспективы посмотрим. Девятка опять выпадает, аж и смерть. Вы знаете, в ближайшее время, наверное, все-таки нет. Но опять же, я не имею права говорить категоричное нет, наверное, все-таки тому виной какие-то обстоятельства. По королю кубков, ну вы знаете, тут может быть вплоть до того, что если там, например, у вас нет уверенности в вашем близком человеке и в том, что он может вам, скажем так, обеспечить какую-то стабильность, то, конечно, здесь есть такой ориентир на кого-то еще. Поэтому вы на что-то не решаетесь. Вообще, сам сигнификатор девятки жезлов говорит о том, что вы как-то не готовы, не готовы к переменам. Человек стоит на своем, он отстаивает что-то свое. Может быть, вы, скажем, на нынешнем месте работы еще не все сделали для того, чтобы вам как-то комфортнее стало и не пришлось бы все менять так категорично. Но по девятке мечей это неуверенная позиция. И девятки, понимаете, это о том, что это лично ваше решение. Я не могу на него влиять. Если вы мне скажете, нет, я завтра же пойду и уволюсь, то смерть, может быть, она тем и закончится, что все, все заканчивается тогда, когда я готов. Потому что смерть это медленный аркан не потому, что у нас ничего не произошло. Как правило, смерть происходит мгновенно. То есть мы никогда не бываем готовы, даже если человек долго болел. Но адаптация к этим событиям у нас длится долго. И пока человек созреет для того, чтобы, ну, скажем так, после этих травматичных событий, да, вот которые, может быть, у вас на работе вас не устраивают, вы могли двинуться дальше, это должно пройти время. Потому что девятка мечей, человек очень переживает, сомневается, ему тяжело. Попажу жезлов, все в перспективе. Но видите, третьим арканом выпала смерть. То есть, наверное, для вас пока сложно выйти вот, ну, скажем так, в какой-то, может быть, вы хотите найти, подготовить почву, найти уже для себя новую работу и трудоустроиться. Ну, вот видите, у вас же по поводу сменить работу. Нашли ли вы какую-то альтернативу? Может быть, вы из-за этого беспокоитесь и не решаетесь уйти. Но иногда, к сожалению, бывает так, что сначала мы заканчиваем одно и идем уже, как говорится, с чистой совестью в новые какие-то реалии. И очень часто человек не может найти новую работу, потому что он еще не распрощался со старой. Но я вам желаю правильных решений. Я вас благодарю за этот вопрос, за ваше доверие и благодарю всех за тех, кто смотрит этот расклад. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Ну, не сразу задавайте, да, там немногие сейчас пишут. У меня еще вот в контексте 50 раскладов нет ответов, да, поэтому ждите, когда я размещу пост для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос личный мне. Спасибо большое!